МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 сентября состоялось официальное открытие 10-й юбилейной международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Участие в торжественной церемонии и демонстрационных показах принял председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В сопровождении заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева и генерального директора Уралвагонзавода Олега Сиенко премьер осмотрел выставочные объекты, встретился с конструкторами и разработчиками вооружения и военной техники. Его вниманию были представлены и продемонстрированы в действии новейшей военной разработки оборонно-промышленного комплекса России. Выставка в Нижнем Тагиле – это всегда интересное, настоящее, полноценное военное шоу, но не ради того, чтобы просто что-то продемонстрировать. Многие специалисты ценят нашу выставку за мультиформатность, за то, что она сочетает деловую и информационную программу, открывает доступ профессионалов ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения обороноспособности своих рубежей и, конечно, стран-партнеров. В рамках деловой программы состоялась вторая военно-промышленная конференция. Участники конференции обсудили новый закон о государственном оборонном заказе, в частности, межведомственную систему контроля, целевое использование средств и банковское сопровождение, а также новые инновационные разработки в области робототехники и их целевое использование. За первые два дня работы выставки состоялось подписание соглашения между Корпорацией «Уралвагонзавод», Федеральным агентством по туризму, Федеральным казенным предприятием «НТИИМ», Администрацией города Нижний Тагил и Национальным туристическим союзом. Также был подписан меморандум между Ростелеком и Корпорацией «Уралвагонзавод» о стратегическом партнерстве и совместной деятельности. Я хочу вам сказать, что, в принципе, я не сомневаюсь в том успехе, что здесь будет развит военный туризм. Совместно с агентством по туризму, я думаю, мы добьемся здесь тех параметров, которые нам необходимы. Это лица корпорации, от себя лично. Поздравляю вас с тем, что мы даем новый старт, новое дыхание нашему полигону, ну и в целом Нижнему Тагилу для того, чтобы действительно привлечь людей в этот регион. Компания «Оружейные мастерские» на площадке «Рая-2015» продемонстрировала дистанционно управляемые боевые модули вооружения в составе комплексных образцов ВВСТ на колесных и гусеничных шасси. Стоит сказать, что по заказу Минобороны России «Оружейные мастерские» выполняют работы по созданию многофункционального робототехнического комплекса. Один из участников выставки вооружения ТО «Казахстан Аселсан Инжиниринг» представил публике возможность выпускать широкий спектр электронных плат, применяемых в различные техники — от подводных лодок до космических кораблей, производство которых возможно только на имеющемся специальном оборудовании. Работа 10-й юбилейной международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов «Раша Армс Экспо-2015» продолжается.